Елизавета Новицкая. Гуаши. Вот ты, помнишь первое, что увидела, когда появилась нас? Мне вот с этим прям повезло. И когда на саботе последней, как он мне нарисовал розовый дуб, я прям почувствовала, что моя душа открыла свой дом. Встаю, значит, я вся такая сексабильная, красивая, чистенькая в магазине. Все мной, понятное дело, восхищаются, многие завидуют. А передо мной такое гигантское кралище, где крутят ролик про то, как маленькая голодная девочка меняет мне, понимаешь, мне новое платье, красят мои волосы в розовый цвет и надевают мне корону. А в этот момент я просто поняла, для чего я живу. В игре я становлюсь самоцелом. Живой настоящий. У меня подняется характер, и я чувствую, как мой тело живет. И я, конечно, не могла дождаться, когда и моя маленькая, благородная девочка нашнет мне порядок и красит мои волосы. Время на полпетеносе, когда и моя маленькая. Эти бесконечные, противные, ручонки на маленьких детей и ног. А эти похотливые взгляды их папаш. Это вообще надо додуматься, чтобы так смотреть на детскую куклу. Я, конечно, все понимаю, я очень красивая, но это уже матч. И вот он. Настал момент. Меня и его. Нет, не этой, а ее старшей сестре. Эта не могла еще оценить такую красоту. Да, я тоже, как и ты, думала, что моя жизнь изменится. А мы приехали домой, и вроде папа, мама, две дочки, квартира не коммуналка. Я там-то не наркотильная, окей? Но переехать в коммуналку с сомнительным удовольствием. Настя меня прям обожала. Мне она даже почти нравилась. Она со мной играла, она устраивала какие-то игры с другими игрушками. Вот тебя учили вживать с игрушками? Ну, в общем, я была не с миром. Просто с этим. И поначалу все было окей, а потом стали проскакивать какие-то странные игры со змеем. Я так-то раскрепощенная в этих словах. Но подкладывать меня под медведя или собаку – это уже слишком. Anyway, я предпочитала представлять, что это просто заколдованные игры. И вот я обижал в его полный день, когда Настя на все это уехала к бабушке. А меня задумала. И вот ее мама решила убрать меня на антресоль. Унизительно, просто унизительно. Я была в шоке. Вокруг меня валялась куча дико странных пупок. Я не понимала, почему у них всех такие странные, короткие шеи, бракованные что ли. Мне ладошки, думаю, что не повезло. Проходит день. Проходит другой. А я все вижу. Вот Настя всегда говорила, для того, чтобы в стоке надо много видеться. Во что могли превратиться мои беды, если медведь никто не будет? Они вообще это понимали? Мало того, что мои волосы покрылись в пыль. И мы их никто не забернул проверить. Камон, гайз, я так-то мисс Мира. Вы слышали? Шорок. Лезь ты сюда. Настя. Ну, думаю, сейчас я пыли на ей фейс такой синстер. Открывается дверь. И видит Настя на объятие. А в прейс-поднюю. Стоит ее мама с этим мелким чудовищем. Которая сидит и на меня смотрит. Я не понимаю, что происходит. А ЭТО тянет ко мне свои противные лучи. Знаешь, ты же запрещала ко мне прикасаться. Я не понимаю, что происходит. Я хочу побежать. Это же понимаешь. Убежать я не могу. Из меня даже душа. Моя душа. Сознание восхищается от того, что ЭТО меня прикладывает во всю эту мою волну. А КОТЦА. Че делаешь? Резкий крест. Мы играли, блядь. Я смотрю на свое тело. С высоты. Без божки. На черный сток. Я смотрю на глаза мелкой. Знаете, что она делает? Берет и насаживает мою голову так, что шея в макушку скребет. Раскрылся, блядь, секрет кладбища в макушку скребет. И вот он. День, когда Настя возвращается. Я хорошо запомнила. 29 августа было. Конец моих мучений. Приезжает Настя. Подбегает ко мне. Смотрит на меня. Говорит. А зачем мне еще одна такая же кукла? Она ведь ей голову оторвала. Заебись, думаю, у тебя любовь, Настя. Так я стала куклой мелкой. Меня сразу сделали жену. Мелкая вообще решила мне термориться и начать жесткой бутагоз. И тебе платье, и свадьбы, и красоты. Самый трэш, кого она выбрала мне в мужья. По шоку жизни поддельного кена. Знаешь, что полный переход за 150 рублей? Причем мы его купили по дороге из противной прокурорской диспансеры. Мелкая там прививка делала. Мама так решила пригодить ее замучения. Причем мы типа вместе выбирали. Ты что меня кетвербой спрашиваешь? Тебе нравится? 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 Я его как увидела. Заскучала. И видела. Заскучала. А ее мама говорит, я славненько писала 50 рублей, в отошко просол. Жизнь резко сыграла. Прекрасно. В роли жилы было сомненько. Муж вечно что-то жалуется. Я виду по игнорю и в родине что-то узнаю. Прожопа на меня пытается что-то обнять, поцеловать, а мелкая мне такая обворачиваю. Нет, спасибо, что не себе оставь. Спасибо, думаю, блядь. Хоть в чем-то я с собой согласна. Какой был еще один прикол. Он вечно любил говорить, что купил наш дом. Какой ваш? Да кто вообще? Это мой с Настей дом. Я сыграла не одну здесь роль. Не знаю, как с тележкой. Я просто не участвую. Его ждала, когда захочется. Мало того, что мой муж был вообще несостоятельный как мужчина, Мало, чудит. Так вот он еще любил по венчику прикалываться. Заваливается однажды в яме. Чувство называет экшн. И до меня доносят свободные обрушения фраз. Типа, ты че делал пожарный? Это как вообще понимать? У нас и рабочих-то не было в подушечном персонале. Я тупо игнорю, а этот красавчик бежит к игру ко мне и начинает их разбирать на части. Алло! Ты вообще меня видел и их? Ты думаешь, я буду тратить на них свое время? На них создатели даже фантазии пожалели с квадратными башками. Позор страны. В общем, эти игры еще продолжались несколько лет. А потом случилось. Даже толком не думала, что. Какой-то солнце людей. Отец мелкой орал. Суета. Вызывались в полную. Мелкая хата обменяяя по желтому. И вот мы уже в краю сидим у их соседей. Я опять начинаю, чтобы их ныкать. Я, конечно, устала привести очень. Как вдруг нарезка меняется в лице. И я никому не пожелаю увидеть такую мылю. Почти по дьяности начинает меня посмотреть. Я чувствую. Я чувствую. Залевает пиздец. Плачуясь к своему жену. Хотела спросить. Что? Что? Ну, помню, не себя остановила. Ну, а смысл делаю? Ну, чтобы вся прогреска выходит. Прямо идти летом. Ну, все. Я напарник. И мелко исчезает. Через минуту возвращается с реквизитного. Дает острую иголку в руки пожевнула. И хладнокровно приближает по мне. Ближе. 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 И так. По мне звучит кровь. Я. Вар. И вот она уже волочет меня округу. Типа я пытаюсь от него убежать. А у меня в голове просто белый шок. И тут я поняла, что у меня не кровь, а куаши. Просто красная. Но мне не больно. Я не смазала. Я подумала, что я знаю, что разум чувствую. И что разуме ветер лежать. Но я кукла. А значит, мне не положено что-то чувствовать. Соответственно, я и не чувствую. И сразу так легко как-то стало слышать. Прямо даже весело как-то. Посмотришь на меня сейчас свои пустыни глаза. И ничего не понимаешь. Тупая, конечно. Хоть красивая. Знакомая. Но я тебе больше расскажу. Что мы с тобой здесь не произведем. Ты всего лишь космоса. А это. Красная игра. Моя игра. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра.